А вы рассказывали? Значит, здесь надо писать только почти печатный миссий. Нет, ну вы рассказываете. Расписать и поймать, это расшифровать. Благослови Господи. Я Лапкин Игнатий Тихович, православный проповедник-миссионер. С 50-летним стажем. Мне 73 года. Живу в Барнавуле. Ну вот кратко. Я очень много преподавал в разных университетах, в школах, во всех отделах милиции, в воинских частях, то есть везде там экстремизм, кто другое, это та тема, где. Я был неоднократно политзаключенным. Моя биография сильно похожа на Сложеницева, и, как говорят, в чем-то даже маленько похожа. Я бывал в пяти тюрьмах и освобожден только в 87-м году, когда вышло помилование, и 210 политзаключенных вышли. Я был в первой стране, кто архипелаг ГУЛАГ опубликовал и на всю страну распространил. А теперь его в школах преподают. И брал интервью у репрессированных. И когда я выступал, то я вел три радиопрограммы регулярно, выступал в Америке, там, в других местах. И люди стали просить это как-то изобразить, потому что сказал, слово погасло, его нигде нет. Нельзя ли это на бумаге? Вот так получилось, что если вы откроете книгу, то в конце увидите, что я сам занимался набором, и в Йорской сам занимался, и в фотошопе. А мне в 62 года показали, как включать компьютеры. Можно выкоро, Финька, потому что у нас же рабочий день, и в библиотеке читатели мы не можем уже вот так сидеть. Кстати, книги эти, о чем всегда спрашивают? Я отвечаю, я начальник детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства подняты тысячи детей. Вопрос детской беспризорности, мы говорим, решается в течение этого года. Мы практики. 17 тысяч сел в России исчезло. Мы взяли определенный участок, получили статус. Первый белый храм, брат у меня работал в Астеркуле, служил здесь священником, отец Аякин. Несколько лет он здесь был. И теперь там нельзя пить, курить, материться, воровать. Мы показываем, 17 тысяч, все, можно возродить. Депутат Госдумы Нина Данилова говорит, это не из реестра администрации высших на село, это потери территории страны, мы еще не понимаем, где мы стоим. Мы конкретно это показываем. Вот книги уникальны чем? Что их повторить нельзя. Допустим, один дом, вот этот вот, нет, не этот, а вот он. Это мои личные беседы с Александром Менем. Такой священник был убит. Это самый крупный энциклопедист, эрудит был. Их нет нигде, но они все в аудио. Тут можно слышать, как мы сидим и разговариваем. Ни за какие миллиард повторить нельзя. Его нет, его убили. Вот эта вот книга, она как бы автобиографична, и два священника тут описывают, буквально отражение. Вот я иду, арестованный, даже видите, редчайший снимок такой. Вот, сняли фильмы государства. Вот, меня прозвали Златоуст, поселок Потеряевка. Фильм занял первое место в России. Документальные фильмы о православии. Их назвали «Искорка возрождающейся России». Конкретно, по любому вопросу, вот мне задают вопросы, 4100 вопросов. Это политика, экономика, социология, работа, учеба, библиотеки. На каждый вопрос я отвечаю на основании Библии, святых отцов, жития святых, комонов 9, поместных 7 сиренских соборов, и 300 томов фолиантов, это труды святых отцов православия. То есть я отовсюду, Бог дал мне просто знания эти. И эти книги, по любому вопросу, они как, ну, просто энциклопедия. И тогда спрашивают, а кто благословил? Каждая книга написана в благословении. Вот здесь, посмотрите, два епископа только в благословении. Это симфония на жития святых. Жития святых – это 12 книг Дмитрия Ростовского, по которым тысячу лет Россия жила. Переложение их там у Льва Толстого, у всех встречается. Вот это езданный Новый Завет. Вот третий том я там дам, один, да, у вас. Он тоже не имеет аналога. За две тысячи лет первый раз вышло толкование на полный Новый Завет. Кроме того, лучший иллюстратор Робеслав Даре, наверное, был раскрашен, 240 иллюстраций. Все книги сшитые, все на ответной бумаге. Ну и намелованные все вкладки. 240 иллюстраций. Вот, издать только три тома, две тысячи экземпляров. Стоимость типографского издания зашла за миллион. Ясно, что задействованы здесь крупные средства. И такой вопрос всегда звонит. Кто же это может спонсировать? Интересно. Ну вот, видите, один из ответов. Прочитаю слушать. Автор книги «Соколы» Борису Александровичу. Президенту объединений Объединенной химической компании. То есть, большие здесь, это Сбербанк, где книги попадают. Эти люди понимают, что сегодня эти книги не просто, а они должны бы каждому человеку дойти. Как в этом положении, когда патриарх Алексей Второй сказал, идет самый настоящий геноцид русского народа. Это наркомания, разврат, все это хлынуло неудержимым потоком. Патриарх Кирилл вернулся с Востока и сказал, состояние от церкви – духовная развалина. Сектанты все это захватили на Востоке. И когда... Не, давайте вы как-то отрожите, как и все не надо. Книги о том, как возродить душу. Да, ну, мы с церковью работаем, у нас хорошая связь. Может, какие-то вопросы будут? Я по вопросам спрошу, может. Ну, пока мы с книгами еще не знакомы, поэтому... Да, вопросы, может, какие-то есть. Скажите, а с чем вы нас снимаете вот это все? Повторите? Зачем съемка? Нет, давайте съемку не будем. Вы вот своего слова... Вы спросили, пожалуйста, вы снимаете нас, спросили, говорят, ну, можно ли вы, пожалуйста. Нам никто, кто-то заботит. Можно ли снимать? Нет, я. Так, вопросы какие-то, может быть, есть? Когда познакомимся поближе, тогда, может быть, уже будет...